Итак, дорогие друзья, я сегодня бы хотел показать, как наказать можно школьника. И в целом, смотрите, вот пишет мне человек, подпишись, на украинском, потом пишет Ибала Соберосбей, Хуйко, Курва, ну в общем начинает вести какие-то оскорбления. Заходим на его страницу и видим, что он живет в Иваново-Франковске и в целом в школе номер один. Ищем школу. Вот, даже нашли мы ее в ВКонтакте, эту школу, которая есть тут. Тут есть, в принципе, несколько человек, которые есть в этой школе. Старший модератор, Алексей какой-то там, учителей найти. Допустим, сайт, возможно, какой-нибудь этой школы, ну или еще что-то в этом роде. Вот, специализированная школа. Вот, есть сайт этой школы. Ну, конечно, он сделан на ЮКОЗе, выглядит не очень. Вот, смотрите, мы нашли с вами на сайте их адрес электронный. Вставили один адрес и вставляем второй, который уж наверняка. День добрый. Один из ваших учеников оскорбительно высказывается в интернете. Прошу провести с ним воспитательную работу, а также с его родителями. И берем переписку, которую я, в принципе, оставил. Прошу принять меры, пишем. И отправляем. Нажимаем отправить. Теперь пишем ему, что я написал в твою школу, что ты ведешь бительное поедение. Жди вызова к директору. Это группа данной школы. Не знаю, кто это такой. Но, вероятно, он учился в этой школе. Да, так и есть. Поэтому напишем также заведующему группы. И отправляем этому мужику. Итак, дорогие друзья, спустя некоторое время нам ответил Алексей. Алексей, который является модератором группы школы номер один. Он ответил, что здравствуйте. Спасибо за информацию. Вся информация перед директором школы. Дальше он уже сам будет разбираться во всем. И что ж, я считаю, что это победа. Победа, как минимум, такая небольшая. Как минимум, если этот школьник действительно существует в реальности. И это его настоящее имя, фамилия. То с ним, как минимум, переговорят и передадут его классному руководителю. Кстати, после того, как я ему написал, я вот заметил только что. Он мне написал, коко-ко, коко-ко, москаль, москаль, тебе на пенсисе. Меня взломали, забудьте поведомли. Я не знаю, что это значит, но он пишет, что его взломали. И он пишет так же коряво, так как он и сверху оскорблял нас. Поэтому я считаю, что эффект достигнут. Как минимум, он теперь будет задумываться о том, что не нужно оскорблять людей. Нужно спокойно общаться. Ну, а мы, я не знаю, получили долю позитива и интересности. В общем, в двух словах, можно просто показать школьника, найти по его страничке. Так как они, ну, те, кто оскорбляет, особым умом как-то не обладают. И всю информацию лично оставляют все на странице. Поэтому легко можно найти родителей. Даже родителям можно написать, если они есть в друзьях. Там, родителям, в одноклассниках еще где-нибудь найти. Вот. Ну и, да, кстати, вот можно было найти родителей по городу его. И написать им напрямую. Вот. Но я не стал заморачиваться. Я вот проделал то, что сделал. Пусть для него будут сюрпризом. Вот такой вот я плохой енот. В общем, всем спасибо за внимание. Ставьте ваши лайки и ставьте комментарии.